Следующая задача, как и полагается, стереометрия. Читаем условия. Дан прямоугольный пролепипед ABCD A1B1C1D1. Его сечением плоскостью α, проходящей через диагональ BD1 параллельно прямой AC, является ромб. Для начала докажем, что грань ABCD квадрат, а затем будем искать угол между плоскостью α и плоскостью грани BCC1B1. Если вы уже попробовали свои силы, то поехали. Для начала рисунок. По нему попробуем разобраться с плоскостью α. Вот диагональ BD1. Наше сечение проходит через нее, да еще так, что параллельно прямой AC. Попробуем рассудить так. Если α параллельно AC, то она еще и параллельно A1C1. Попробуем провести прямую в плоскости верхнего основания через точку D1 параллельно A1C1. Эта новая волшебная прямая, у меня она будет называться ST, обязательно лежит в плоскости α. Вот и замечательно. Соединим точки S и B, T и B, получим новые точки M и N, как пересечения с A1 и CC1 соответственно. И вот перед вами сечение по кличке Ромб, если что. Формальное описание такого построения вы можете видеть справа. Пользуясь случаем, передаю привет всем тем, кто думает, что мне этот координат поможет в пункте А. Привет, ребят! Как настроение? Ближе к делу. А1C1 является средней линией треугольника SB1T. Очень скоро это пригодится, а пока что мы запишем равенство сторон MD1 и MB, выразив их по теореме Пифагора и соответствующих треугольников. Вот я обвожу один из таковых. Квадрат гептенузы MB находится как сумма квадратов катетов AM и AB. По поводу средней линии A1C1, от нее очень легко сделать шаг в сторону A1MMA, эти отрезки между собой равны. Сокращая соответствующие длины в нашем равенстве, мы получаем то, что A1D1 равен отрезку AB. Но что по сути это значит? Это значит, что в основании у нас прямоугольник с равными сторонами. Короче говоря, квадрат. Квадратный оказался граня BCD. Именно это и просили доказать. Полюбуемся еще раз на наши заметки и начнем второй пункт. Плоскость α пересекает грань BCC1 по прямой BT. Отметив все ее достижения человеческой мысли, попробуем построить линейный угол двугранного угла. Начнем с перпендикуляра B1H, приведенного к прямой BT. Запишем это, а затем взгляд на прямую SB1. Она перпендикулярна всей плоскости BCC1, значит, и любой прямой, лежащей в ней, в частности, B1H. И где здесь линейный угол двугранного угла? Терема трех перпендикуляров вам в помощь. Она позволит заявить то, что прямая SH перпендикулярна к BT. Получается угол SHB1 искомый. Именно он и задает угол между плоскостями. Вычисление так и тянет сделать устно. Ну уж, ладно, мои хорошие. Вот я нарисовал вам треугольник BB1T, катеты 1024, гипотенуза 26 по тереме Пифагора, а дальше метод площадей. Записана площадь треугольничка BB1T через полупроизведение катетов, а затем через полупроизведение высоты, приведенной к гипотенузе. Нашелся отрезок B1H, и сейчас мы его отметим, но на новом треугольнике. SB1H, ведь именно в нем находится искомый угол. SHB1, если вы не забыли, я назову его гамма. SB124. И дальше легко найти тангенс угла гамма. Он окажется равным 13,5. Значит, искомый угол арктангенс соответствующего числа. Ну вот и все, задачка решена. Порядка ради я отдельной сценой запишу ответ. Пункт А нами доказан вполне, но писать об этом каждый раз не обязательно. Ну а пункт В мы только что видели. Все, кто осилил эту задачку, большие молодцы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова